друзья всем привет сегодня у нас на улице морозный солнечный день температура за бортом минус 20 жесть конечно но бывает и хуже мы с вами с нетерпением ожидаем весны и вот чтобы скоротать время чтобы как-то побыстрее прошла зима давайте придумывать всякие идеи всякие темы для создания новых видов заниматься своими суккулентами и вот я уверена что февраль уже будет практически на подносе а там уже и март не за горами в общем друзья сегодня у нас тема крестатные и монстрозные растения суккуленты солнышко светит и блики телефон ловит и не знаю какой угол съемки сделать вот везде куда не поворачиваю камеру везде солнечный луч вопрос метод задала светлана из города макеевка вопрос конечно интересный у меня как-то было видео про крестатные как отличить и крестатную от не крестатной розетку я уже если честно не помню что там говорила но сейчас другие примеры но и поэтому будет по аналогии другой рассказ в общем крестатные суккуленты что же представляют собой крестатные суккуленты вот я здесь составила несколько видов суккулентов которые имеют крестатную форму крестатную и монстрозную форму так не принесла один вид сейчас пойду донесу надо его тоже показать так ну притащила но я уже притаскивала его куда его шурнула ну да ладно крестатные суккуленты конечно же привлекают наше внимание зачастую это прям захватывающее зрелище которое от которой от которого невозможно оторвать глаза у меня те суккуленты которые на дому вот подруга туда пришла и человек совершенно не следующий в суккулентах у которого нет и никогда не было ни одного суккулента на сразу обратила внимание на крестатную розетку какая красивая вот такие друзья реакции от увиденного когда ты смотришь на крестатную розетку действительно вот форма расположение листьев конечно же она привлекает внимание вот этот гребень причем во взрослом состоянии вот у тех же хеверий во взрослом состоянии гребень этот выглядит как мини деревце такое прям шикарное раскидистой на толстом стволе причем ствол этот плоский друзья пришла мама позвала пить чай но это когда я соединю эти два куска не будет видно но в общем короче я прерываюсь пошла пить чай потому что что-то правда мне хочется покушать уже время 10 утра я еще ничего не ела не пила но сейчас доскажу мысль то забуду и вот многие насколько вот мне известно многие даже сейчас пытаются собрать коллекцию крестатных суккулентов именно крестатных нет они не исключают своей коллекции обычные розетки но ставят цель собрать себе именно крестатки потому что действительно за ними очень интересно наблюдать неизвестно в какую сторону повернет этот гребень как он будет вести себя как будет расти вот допустим если сравнить вот 2 эхиверии эхиверия эстер вот это эстер крестата а вот эстер обычная розетка вот совершенно два разных растения да хотя вид 1 вот обычная эстер а это эстер крестатная некоторые наросты у крестатных суккулентов и монстрозных суккулентов они стабильные а некоторые начинают выдавать обычные розетки пытаясь вернуть растение к своему первоначальному виду ну вот как мы видим вот на этой эхиверии вот крестатный гребень и рядом обычные розетки вот если показывать не на эхивериях то вот допустим эуфорбия не могу поймать отблики от солнечных лучей вот эуфорбия пунги формис вот здесь вроде как классический гребень а здесь вот с этой стороны эуфорбия начала выдавать обычную розеточку но она может измениться вот почему это происходит я думаю потому что сейчас вот эти растения у меня стоят при минимальном количестве света когда света недостаточно то растение ну растение получается стресс своего рода растение думает что настают черные времена и вот эти черные времена она пытается скрасить для себя путем выдачи вот этих нормальных побегов потому что нормальные побеги они намного эффективнее растут у них больше иммунитет и у нормальных побегов естественно большая возможность выжить в неблагоприятных условиях но как только допустим света увеличивается количество света увеличивается либо полив там либо гром становится лучше там минеральные вещества в почве нормализуются и растение возвращает свою крестатную форму но не все побеги вот допустим вот у этой розетки вот здесь крестатные гребни вот этот крестатный гребень он останется просто появляются небольшие наросты вот на вроде вот такого если вы хотите иметь чисто классическую розетку чисто классическую крестатную розетку то вот эти наросты следует удалять просто прищипывать и все но вот я этого не делаю друзья потому что меня устраивает все вот крестатный гребень рядом розеточки не крестатный смотрится все равно красиво поэтому я этого не делаю вот точно также допустим вот это эхиверия эхиверия корм крестатная варигатная вот пожалуйста смотрите вот крестатный гребень полностью вот от начала до конца крестатный а вот здесь внизу эта розетка выдала обычную розетку но обычной формы розетку такая же она варигатная ничем она вроде как не отличается но розетка обычная ее можно отрезать можно ее оставить но просто она будет намного крупнее чем крестатный гребень и ну вот здесь как бы будет как завершение если кому-то допустим не нравится это завершение то ее можно отрезать но я этого не делаю меня устраивает все так ну чай попила едем дальше так чем же друзья отличаются крестатные формы от монстрозных в общем их конечно можно спутать однозначно их можно спутать просто нужно знать ну один единственный нюанс на разных видах конечно этот же этот нюанс выглядит по-разному но все равно если следовать ему то можно отличить крестатную розетку от монстрозной крестатные формы они образуются путем хаотичного деления клеток да что ж ну вот все белое отблики даже не знаю как снимать образуется путем хаотичного деления клеток в точках роста и образует гребень куда я делаю кисточку чем показать да время я выбрала конечно не очень хорошее солнце в окна и против света снимаешь и получаются и блики и затемнение замутнения вот крестатный гребень смотрите именно гребень гребешок то есть вот по мере роста получаются такие волнообразные змеи образные изветвления но и но они тонкие и выглядят как гребешок так что же мне взять сейчас я вот эту переставлю покажу вам на эхиверии вот видите утолщение ствола плоское такое утолщение ствола но я покажу вам классический гребень сниму там на дому у меня розетка есть шикарная и вот я вам ее сниму покажу ну вот видите плоский гребень а у монстрозных вот монстрозная форма это эхиверия грин эльф ой эхиверия боже и уфорбия грин эльф крестата друзья не слушайте меня и уфорбия грин эльф монстроза вот у нее точно также монстрозных форм как и у крестатных форм начинается хаотичное деление клеток но клетки эти разрастаются не форме гребня вот видите форма гребня вот здесь гребешок вот на этой уфорбии а вот на этой начинает разрастаться хаотично то есть неконтролируемо какую сторону она поползет то есть разрастание гребня можно предположить что вот вот этот гребень допустим растет именно вот такой загнутой структурой и вроде как никуда не собирается но он может допустим уползти вниз там потом покажу опять когда на дому сниму розетку может уползти вниз может изогнуться но как бы траектории его не изменится а в монстрозных формах невозможно предугадать куда полезет вот этот очередной нарост то есть вроде бы ползает нормальный наростик вот обычный вроде как но он все равно видно что он монстрозный и по мере роста он тоже будет изгибаться тоже будет принимать вот такую вот раздутую шарообразную форму и в какую сторону он полезет наверх ли в бок ли вниз ли в общем здесь тяжело предсказать это вот тоже уфорбия лактея крестатная причем здесь центр зелененький а по бокам крестат и вот эти изгибы это тоже классическая форма крестатной и уфорбии это не монстрозная форма то есть видно как изгибается гребень видно и можно предположить куда он дальше полезет так и уфорбии эти вот я вам показывала пангиформис то же самое видите вот изгибы если ее разложить ну и и если так мысленно ее развернуть то будет просто пластина но так как она растет и она вот принимает такую извилистую форму так это вот и уфорбия инопла крестата вот опять классический гребень видите это не монстрозная форма крестатная потому что здесь мы видим гребень причем друзья и у кактусов и уфорбий вот эти родовые особенности вот в данном случае как у уфорбии иноплы вот эти вот деревянные красные колючки они деревянные не не колючие они просто ну колючки о которых которые уколоться невозможно они такие легкие пустые и податливые мягкие за счет этого они не колется вот у крестатных имеются такие родовые признаки точно так же вот у крестатных и уфорбий могут вылезти листики но вот что мы видим вот махонькие махонькие листики которыми покрыта этой уфорбия это признаки родовые а вот и уфу и уфорби боже кактус мамиллярия пантери монстроза причем этот кактус варигатной но эти все растения будут в продаже в ближайшем видео там не знаю когда в середине января может быть может быть концу января не знаю как погода будет вот просто сейчас примеров много вот решила снять это монстрозная форма то есть она разрастается не в форме гребня она не сжимается она не делается плоской просто хаотично нарастают вот эти розеточки причем вот сейчас это варигатная форма очень редкая кстати вот для кактусов и вот так они хаотично нарастают нарастают и получается такой большой широкий ну не колючий шарик иголочки там есть колючки есть но они не колется друзья что же считается характерным для крестатных и монстрозных суккулентов но первое первое это то что зачастую такие растения развиваются медленней потому что у них нарушен как бы обычный рост и вот этот монстрозный крестатный рост неизвестно как он будет развиваться и растение растет ну не скажем так что прям вот совсем прям медленно медленно но медленнее чем их обычные виды вот она явилась белку иди листья если в брать лиственные крестатные суккуленты листья у крестатных естественно намного намного мельче нежели их обычные видовые собратья вот смотрите опять тот же пример их и верия эстер крестата смотрите размер листа хотя форма окрас все это окантовка все это сохраняется но размер листа естественно намного намного мельче нежели у обычной розетки вот даже если взять вот эту эхиверию вот это эхиверия которая растет одиночной головой обычной у нее уже значительно крупнее листья нежели чем у ее крестатного продолжения вот друзья еще один пример эхиверия гондорис крестатная и выдала рядом несколько голов обычных вот смотрите размер листа здесь листья больше крестатные листья меньше чем больше причем чем больше гребень тем мельче потом будут крестатные листья у меня еще есть одна розетка вот она она вот она крестатная это тоже хиверия гондорис крестатная вот смотрите какие здесь меленькие листики потому что здесь розеточка уже но крестатный гребень намного больше нежели вот этот то же самое здесь здесь листики крестатном гребне мельче форма цвет все одинаковые а здесь крупней да забыла вот еще вам показать это эуфорбия инопла крестата коралл она называется крестата коралл ну коралл потому что похоже на кораллы она окрашивается до красных до бурых оттенков и действительно выглядит как кораллы но вот я бы отнесла ее даже к каком-то серединному виду между крестатой и монстрозой потому что вот явно видно что вот эуфорбия крестата вот она инопла тот же самый вид это крестатная здесь классический гребень а здесь вроде как гребень начинает лезть и потом он раздваивается раздваивается в общем это интересная форма очень эуфорбия замечательная обожаю эту и форме у меня была такая однажды доросла до больших размеров куда она делась я уже не помню в общем сейчас у меня ее нет вот надо будет сажать себе еще такую одну друзья несмотря на то что крестатные растения крестатные суккуленты считаются более редкими чем их обычные виды но и соответственно они дороже чем обычные их виды многим они не нравятся но я допустим люблю крестатки очень положительно к ним отношусь вот форма их меня прям завораживает вот эти мини деревца с вот этими плоскими стволиками но прям вообще красота красотенная цены у них конечно же дороже чем у обычных видов особенно если эти виды варигатные вот варигатные хеверия лкорн варигатные миллиария пантери монстроза но не варигатные тоже прям замечательные не знаю все зависит от вида и каждая розетка выглядит по-своему даже если взять и хеверию да вот что я смотрю сейчас вот на эту розетку на оговоренную чем отличается крестатная розетка от не крестатной вот смотрите показываю рассказываю вот эта розетка хеверия гавой десрет есть оговори десрубра а это хеверия гавой десрет она была изначально крестатная но пожила у меня ну небольшое количество времени может быть месяца три и начала разделяться и вот с тех пор уже наверное года четыре вот несмотря на то что она маленькая сидит маленькая на потому что сидит в маленьком горшке она просто ей некуда расти у нее корни заполонили весь горшок она не пересажена и вот но все равно на него не неплохо прикольно выглядит и вот ее тоже можно как бы спутать с крестатной розеткой но голов много значит крестатная вот многие так думают нет друзья голов много это не означает что розетка крестатная много голов у крестатной тоже много голов но здесь у каждой розетки видна точка роста то есть каждая розеточка отделена друг от друга вот точка роста и каждая розетка растет по то есть ее можно просто отрезать каждую и укоренить вот у каждой здесь розетки буквально у каждой есть точка роста просто их здесь много а у крестатной розетки вот смотрите здесь нет точки роста то есть листики хаотично друг на друга лезут и из всей этой массы листьев невозможно выделить одну вот такую розетку классической формы чтобы листики вот росли друг напротив друга вот видите вот эти обычные розетки и листья друг напротив друга у крестатной же такого нет тут просто набор листьев и определенной точки роста здесь нет друзья вот классический пример крупной крестатной хиверии вот смотрите классический гребень большой разрастающийся но именно гребень вот у него змеей вот такое расположены вот эти точки роста многочисленные а с вот этой стороны выросли обычные две розеточки даже 3 там наверное надо их срезать и вот почувствуете разницу смотрите толщина и величина листа на обычной розетки и листья на крестатной розетке то есть чем их больше тем листиков мель чем тем листики мельче она обычной розетки вот с этого же грунта с этих корней листья намного намного крупнее вот так она выглядит гребешком таким вот этот конечно экземпляр желательно посадить в такой высокий горшок наподобие бутылки потому что вот его гребень загибается вообще внутрь и вот он уже дошел до середины вот этого горшка у меня она у меня вернее росла в маленьком горшке там семерки по моему вот в этом году я ее пересадила чуть побольше горшок и вот все равно видите касается в общем не знаю что с ней будет дальше с этой змеищей но змеище уже старая она у меня живет года четыре причем покупала я ее уже такой розеткой немаленькой но где-то наверное она была вот такая от гребня такая вот за эти годы она разрослась может быть конечно процесс был бы быстрее если по наросла в большем горшке но так как она постоянно росла у меня и была не пересажена в маленьком горшке то и развивалась она достаточно медленно крестатки как я уже говорила вам они развиваются намного медленней чем развиваются их вот обычные виды вот еще один экземпляр это и у стандерс крестатный и вот мы видим здесь скопление накопление нагромождение разных разных ответвлений какие из них крестатные но и выдает также обычные розетки вот тоже самое смотрите насколько лист обычной розетки отличается от листьев крестатной розетки вот такая куча мало размножаются крестатные онимы точно так же как и другие виды крестатных скулентов отделением черенкований вот вот этих дочерних крестатных побегов либо если таких не имеется у подножия розетки ну вот как на рельке я вам сейчас показывал то просто делением отрубанием части крестатной головы срезанием сушим срезаем вернее наоборот срезаем сушим и сажаем сейчас все просмотрела крестатных у меня больше нет вот кроме вот той рельки и вот этого ионима сам берст они друзья обманула вот у меня еще есть грабтоверия деби крестатная ну вот тоже самое смотрите вот у нее вот эти розеточки вырастают выделяется с крестатного гребешка обычные они конечно же намного намного крупнее чем крестатные листики ну здесь тоже крестаток нет хотя вот эту дудлею можно спутать с крестатной формой но она не крестатная сто процентов каждая розеточка растет отдельно и вот это тоже самое суккулентные поля ну друзья вот еще крестатная я что-то вообще ослепла самый крупный не заметила вот одна крестатка большая и вот вторая крестатка тоже большая вот она это кстати крупнолистные растения они выглядят намного ну по-другому они выглядят нежели чем мелколистные растения ну вот составила для сравнения это вот более красная которая это эхиверия махагани роуз крестата это эхиверия big red крестата вот так вот она выглядит и вот для сравнения риэль смотрите но все зависит от видов конечно вроде бы кажется что эти листья очень крупные по сравнению с вот этими но на самом деле вот у этой розетке листья должны быть примерно но вот она из серии папис роуз вот она на смотрите какие лапушистые большие листья крупные поэтому естественно на крестатных розетках они намного мельче все равно я уже друзья говорила вам но в этом видео говорила не помню в начале или в конце что у крестатных растений ослабленный иммунитет и вот это действительно так и вот вам наглядный пример вот этого моего изречения то что действительно плохой иммунитет у крестатных форм вот перед нами эхиверия ангел винкс крестатная и вот эта розетка я уже рассказывала вам про нее но просто повторюсь потому что вроде как вот сегодня он белки на усы лезут сегодня это в тему вот этот рассказ она у меня сильно обгорела на солнце и вот когда их занесла на в октябре наверное я их занесла все домой в квартиру и до сих пор крестатные вот эти розеточки крестатные гребешки они никак не придут в себя они тормознули и они стоят на одном месте то есть видно что обычные розетки которые здесь вот все больше и больше их становится возможно этот куст вообще переродится потому что чтобы такого не случилось нужно обычной розетки удалять я не удаляю и возможно скоро она просто будет вот из кустом из таких розочек они просто забьют вот эти крестатные гребни потому что они физически по природе они сильнее у них лучше развит иммунитет мы здесь видим они тоже были все обгоревшие кстати вот сейчас они уже все восстановили белка ты что что-то такое за кисточкой белка вот а крестатные они как были обгорелые до сих пор такие есть но но что ж ты будешь делать ну ну белочка моя телефон не толкает крышка телефону болтается и вот телефон дрыгается вот видите вот обгорелые листики белки на волосянка уже вот на кисточке какую она погрызла вот они аж шуршат и они до сих пор еще не выдали ни одного листика хотя вот эти которые рядом нормально растут нормально развиваются и растут они все на одном корне потому что посажены в один горшок вот вам пример в общем слабенькие они мама говорит что ты хороший но слабохарактерный точно слабохарактерный я не сказала что вот все розетки такие слабенькие но вот видимо зависит тоже от сорта ну друзья и самый такой животрепещущий вопрос который которым задаются многие суккулентоводы от чего же такое происходит почему происходит крестатность почему приз происходит варегатность почему происходит монстрозность как сделать так чтобы я вот хочу вот у меня вот это вот розетка растет а я хочу чтобы она была крестатной что мне сделать ничего вы не сделаете то есть как себя поведет данная розетка мы не знаем и никто не знает никто ни у кого в мире пока что еще нет такого утвердительного положительного ответа почему это происходит просто есть предположение что вот эта крестатность вся мутация монстрозность все это происходит по ряду нескольким причин ну самая первая причина на которую мы вообще никак с вами не влияем абсолютно это гормональный сбой как там что происходит в растительных мозгах растения мы с вами не микробиологи да и не шибко наша наука занимается растениями проще наверное сейчас запустить спутник в космос нежели вот добраться до какой-то причины и понять почему так происходит вот это первая причина предположительно гормональный сбой вторая причина это различные роды инфекции бактериальная инфекция вирусная грибковая какие-то генетические изменения вот все они способствуют в той или иной мере образованию крестатных розеток также это химическое воздействие то есть злоупотребление химическими препаратами которыми мы обрабатываем наше растение химические ожоги и химические ожоги именно опекальной меристемы то есть верхушечные меристемы но пикальными ристемы это по-другому образовательная ткань растений вот образовательная ткань точки роста вот вы ее повредили ну одним словом просто точка роста ваша получил ожог вот так будет проще вот химический препарат попал в самое в самую сердцевинку вы его не сдули либо сдули но не вовремя и все произошел ожог так резкость где резкость и после этого ожога совершенно непонятно нам как поведет себя растение оно может восстановиться и продолжить свой первоначальный рост а может переродиться потерять точку роста и начать расти крестатные либо потом вообще монстрозной может быть туда еще втиснется каких-нибудь пара тройка вирусов и вообще из вашего растения будет непонятно что но это непонятно что оно не передается по наследству то есть крестатные растения они размножаются но я просто знаю единственный пример но сейчас чуть позже про него скажу а вообще крестатные растения не размножаются из-за семян допустим крестатных растений хотя крестаты цветут очень и очень редко и монстрозы также но цветут но из семян этих крестатных монстрозных форм получаются растения обычного вида не крестатные а крестатные разно же размножаются путем либо меристемного образования деления либо отделением частички кусочка что уж такое вот кусочка где вот она вот так отрезаем рубим вот этот гребень на 10 частей каждую частичку подсушиваем и сажаем и потом может быть там через год через полтора это вот частичка у вас превратится вот в такой извивающийся змеевидной формы гребень вот эта розетка друзья у меня забыла сказать вам она у меня закрестатилась сама что с ней по какой причине ну на нее повлияла жара на улице после нахождения на прямом палящем солнце под дикими бешеными температурами которые были у нас наверное пару лет назад плюс 50 на солнце вот под воздействием солнечных лучей это кстати еще одна из причин она у меня начала крестатиться вот у нее появился вот такой крестатный гребень а была она обычная розетка а вот это наоборот она росла крестатной но потом по каким-то причинам она взяла и прекратила свой крестатный рост и превратилась в обычную но я по моему эту причину уже еще вспомнила одну еще одну упоминала но по моему в общем повторюсь также еще одна из причин образование крестатных монстрозных форм является либо переизбыток либо нехватка микроэлементов почве то есть дисбаланс микроэлементов приводит в иных случаях приводит к появлению монстрозно крестатных форм ну и так же спонтанная мутация то есть спонтанно все происходит вот взяла и закрестатилась вот может быть вот это у меня закрестатилась может быть спонтанно может быть под воздействием каких-либо условий я не знаю но то что она была вот такой обычная розетка и потом из нее вот стал вот такой гребень да это факт я это подтверждаю вот а спонтанная мутация это то есть хромосомное искажение почему она происходит ну вот как у людей происходит допустим при ультрафиолете при большом при длительном нахождении на солнце не у всех людей но вот у тех которые склонны по каким-то причинам может быть тоже пониженный иммунитет может быть там в генетике что-то заложено на при нахождении на солнце может получиться образоваться рак кожи рак кожи это тоже рак это хаотичное размножение неправильных клеток вот как бы так простыми словами вот так и у растений то же самое какой-то посильнее справиться и будет расти нормально какой-то послабей хопа и начинает крестатиться так но это я уже по моему говорила просто я не сказала вам пример один единственный про который хотела сказать из листьев крестатных и хиверий грабтоверий там всяких похиверий т.д. и т.п. из листьев получаются обычные розетки вот если я сейчас оторву от крестатной вот этой хиверий эстер листик то из него вылезет вот такая розетка крестатной из него не будет и вот тоже самое хиверия черный ястреб вот она оторвать от нее листик будет обычная розетка и будет она выглядеть вот так эта розетка у меня тоже завершение вот вот так будет выглядеть обычная розетка но только цвет будет другой она мне просто сейчас стоит вдали от цвета поэтому она оттенок никак не приобретает а черный ястреб он такой темного цвета розетка но крестатный гребень из листа не будет единственный пример который я знаю если бросить листик на почву но оторвать от розетки и бросить то где-то в 90 про ну может быть восьмидесяти процентов белку что там творишь восьмидесяти процентов случаев из-за листа будет крестатная розетка разовьется это кремнерия экспатриата крестата больше я примеров не знаю если кто-то знает какие-то другие растения друзья ну просто вот сейчас на ум пришло то пожалуйста скажите а вот смотрю еще смотрите вот пример крестатной розетки то что развивается намного она медленнее чем ее обычные виды смотрите вот в центре мосюсенькая мосюсенькая креста . и какие лошадки по бокам обычные ну друзья наверное все что я хотела сказать так вкратце какие-то вопросы если возникают задавайте в комментариях под видео так же пишите что вас интересует на какую тему еще можно снять какой-нибудь ролик ну а на этом я наверное с вами проще прощаюсь всем спасибо за просмотр всем здоровых растений вам всем добра и здоровья пока пока пока